Большинство игроков, пришедших в Destiny 2 в разные годы и примерившие на себя роль стражей, привыкли, что страж противостоит самым страшным угрозам. Мы уничтожали богов и громили сильнейшие космические армии, а в грядущем дополнении финальная форма, которая выйдет в феврале следующего года, мы и вовсе столкнёмся с тем, кто может влиять на порядок вселенной. Но выстоим ли мы в битве? Есть ли вероятность, что это будет последним боем для стражей? Учитывая, что финальная форма – последнее дополнение саги о свете и тьме. Мы уже получали упоминание о смерти нашего персонажа, так что в этом видео давайте обсудим, насколько вероятно то, что финальная форма – последнее дополнение для стража. Спонсор сегодняшнего видео – проверенный сервис Dwing.net, который отлично подойдёт тем игрокам в Destiny 2, у кого нет постоянной команды или просто тем, кто оценит своё время и нервы. Благодаря обновлённым функциям сервиса больше нет необходимости передавать свои данные, сотрудники Dwing помогут завершить сложный квест, выполнить триумф, пройти рейд или получить заветный экзот вместе с тобой в качестве сопровождения. Сайт работает давно, на видах в ассортименте появляется всё больше и больше, а цены становятся только доступнее. Теперь на Dwing есть всё, чтобы обеспечить тебе комфортную игру. Ну а по промокоду TripleVipe мои зрители могут получить на сайте специальную скидку в 15% на все предоставленные услуги. Заинтересован? Ну ещё бы! Проходи по ссылке в описании и пользуйся качественным сервисом. Ну а если остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о смертности нашего стража, это воспоминания о миссии в коридорах времени из сезона Рассвет, времён Обители Теней. Уверен, что те, кто играли в игру тогда, хорошо помнят этот момент, а для игроков, пришедших в Destiny после того сезона, эта инфа покажется крайне интересной. В ходе сезона Рассвет мы использовали Солнечные Часы, эдакую машину времени Осириса, для того, чтобы спасти из прошлого Сейнта 14. Коридоры времени же были механизмом для путешествий во времени для Вексов, то есть реальных путешествий, а не симуляций, которыми пользовался и сам Осирис, и которые мы не раз посещали в течение последующих сезонов. Так вот, в рамках миссии, а правильнее сказать, большого квеста, игроки плутали по запутанному лабиринту, представляющему собой время. Надо сказать, что всё прохождение квеста было крайне запутанным, и мы решали его всем комьюнити тогда, составляя громадную карту лабиринта. Не уверен, но кажется, что с тех пор больше таких загадочных масштабных ивентов, или квестов, точнее, в игре не появлялось. Так вот, в одной из комнат, а точнее в самой последней, где мы забрали награду за квест, мы обнаруживали саркофаг с могилой нашего стража. Около могилы лежало знамя авангарда, а на крышке саркофага расположили нашего призрака и меч. Не буду придавать мечу большое значение, он тут, как и призрак, скорее декоративное. Но при приближении к захоронению, мы могли прослушать монолог Сейнта-14, которого мы как раз, как я и говорил, с помощью этих самых коридоров времени и спасли, и вернули к жизни, можно сказать. Вернули в последний город. Спасибо, что пришёл. Мы собрались здесь сегодня, чтобы почтить память моего учителя, человека, служившего мне вдохновением. Герои, герои Красной войны. Тем, кто отомстил за Кейвер-6. Он носил сотню титулов, которые уже и не вспомнил. И он погиб, выполняя свой долг, защищая последние города человечества. Давным-давно он спас мне жизнь. А потом помог спасти мою душу. Я рад, что ему это удалось. Потому что теперь поможет нам странник, и его с нами нет. И теперь нас уже никто не спасёт. И в день нашей встречи я решил следовать его примеру. И пытаюсь следовать. Я возложил на могилу его любимое оружие, разбитое в последнем бою. Когда-то оно принадлежало мне. Пусть никто из нашедших наше приношение не потревожит памяти усопшего. Разве что... Разве что ты всё ещё с нами. Тебе уже случалось творить чудеса. И если так, то возьми его. И возвращайся к нам. Мы убьём того, кто убил тебя. Или умрём в бою. Наградой за квест стала плазминка Бастион. Для меня она и правда была когда-то любимым оружием, когда была в мете в пвп. Но теперь, главная инфа для вас, что если во время прохождения финальной формы вас вдруг попросят взять в руки именно Бастион, ну, вы будете знать к чему всё идёт. Шучу, конечно. Что же убило нашего стража, вокруг могилы которого собрались люди, и у которой Сейнт назвал его своим учителем? Как правильно заметили многие игроки, очень возможно, что речь идёт о другой реальности, в которой наш страж не просто важен, как сейчас, а является прям судьбоносным героем истории, после смерти которого даже Сейнт уныл и опустил руки. В своём монологе он говорит, что страж погиб, защищая последний город, но не ясно. Фигура это речи, типа, страж защищал город, или мы погибли в непосредственной битве за него, как во время Красной войны. Мы привыкли быть спокойными за будущее нашего стража. Ведь это главный герой наших приключений. Невозможно представить, что его не станет, что его отберут или заставят пересоздавать заново. Но всё же, если финальная форма это конец саги о свете и тьме, то может ли она быть завершена, если оставят воинов света? Можно ли назвать концом саги о свете финал, в котором мы просто побеждаем свидетеля, помогаем страннику и снова возвращаемся в город с чувством выполненного задания? Очередного. Я так не считаю. Финал саги может подразумевать смерть нашего стража как его собственный финал, финал его истории, в которой он был опорой авангарда и последнего города, а в нужный час пожертвовал собой во благо спасения землян. Мы множество раз, а в последнее время всё чаще и чаще слышим мантру стража. Преданность делает храбрым, храбрость делает жертвенным, жертвенность ведёт к смерти. Так что следуя ей, стражи так или иначе оказываются в точке жертвенности, которая неминуемо ведёт к смерти. И если это наша судьба, слэш, дэстони, спасать ценой своей жизни других, то пазл, кажется, складывается. Есть ещё другая теория, в которой всё внимание приковано к тёмному будущему, о котором говорила Элси Брей. Иная временная линия, в которой стражи приняли тьму и присоединились к флоту пирамид свидетеля, странник покинул землю, город был разрушен, многие герои вообще погибли, а Эрис стала каким-то чудовищным злом после того, как нашла артефакт в пирамиде на Луне. Кхм, не то чтобы это не похоже на то, что происходит вокруг нас сейчас, да? Странник пытался уйти и завис где-то на орбите после того, как врасплох его застал свидетель. Стражи уже давно приняли тьму как ещё одну силу, которая не обязательно связана со злом и использует силу стазиса и нити для своих нужд, что, безусловно, не нравилось многим персонажам, в первый раз на Европе Таникс отговаривал нас от того, чтобы мы касались стазиса и имели дела с тьмой, он боялся, что мы повторим судьбу Эрэмис, Каятель беспокоилась, что наши заигрывания с тьмой сведут нас с ума, как её отца Калуса, ну и, конечно, наш собственный призрак высказывал опасения, говорил, что использовать тьму неправильно, и это точно не приведёт нас ни к чему хорошему. Эрэмис больше нет. Я не одобряю выбранные тобой методы, но это было необходимо. Ну а насчёт злобной Эрис? Ну тут даже не знаю, что там у нас сейчас в сезоне колдовства происходит. Жертва приношения для напитки магии Улья Эрис? Ну да, всё будет окей, Элси, не бойся, мы не в том таймлайне, о котором ты переживала. Вообще без шуток, мы не в том таймлайне, и правда, но такое ощущение, что некоторые его мотивы и фрагменты перекликаются с нашим каким-то зловещим эхом. Как я и говорил выше, для меня финал саги о свете и тьме не будет финалом, если наши стражи оставят при себе силы света, призраков или странника. Эти силы всегда так или иначе будут притягивать противников, и таким образом это никак не будет ограничивать историю и не будет отличия от того, зачем мы наблюдали последние 9 лет. У нас есть силы, есть странник, приходят злодеи, чтобы это отжать, мы от них защищаемся, всё. И так по кругу. Всё, что мы сейчас пока знаем о будущем игры после финальной формы, это то, что Банжи переведут игру с модели DLC и сезонов на некие эпизоды. Такие самостоятельные отдельные истории, которые никак не будут связаны между собой и, скорее, избегают эффект длинного сериала с одной конвой истории. Вполне может быть, что в каких-то эпизодах мы будем примерять на себя разные роли и не будем играть за своего стража. Быть может, в одном мы окажемся в шкуре скитальца, в другом возьмём управление Эликсни, не знаю. Это всё мои фантазии, конечно, и рассуждения, но они исходят из вопроса о том, а как иначе закрыть историю о свете, не лишая нас его, а как лишить, не сделав смертными. Что вы думаете на этот счёт? Пишите в комментариях, давайте порассуждаем. Спасибо за подписку, кстати, это сейчас очень помогает каналу. Счастливо!